друзья всем привет сегодня покажу вам очередной шедевр начинаю ремонт в санузле здесь у нас унитаз раковина в общем все это убираю сейчас также у нас стены покрашены водой мусенкой на полу плитка керамогранит от застройщика в общем сейчас задача все это демонтировать и уже после приступить к новому проекту к новой реализации по полу видно что в нашей комнате пять углов это конечно не очень хорошо было бы прямой было бы попроще но куда деваться что есть то есть будем делать из того что имеем сейчас демонтируем и приступим к новому ремонту вот у нас тут шахта который сейчас находятся счетчики в общем эти счетчики должны будут остаться но поднять их нужно будет повыше чтобы можно было спокойно снимать показания и случае необходимости обслужить эти счетчики вот такое вот отверстие у нас был пластиковый люк и вот такая вот раковина заказчик пожелал ее оставить посмотрим влезет ли она у нас вот в этот вот угол и снова контроль за процессом проведения демонтажных работ ну что кисуля как процесс идет нормально чем пахнет еще не разобрал да ну вот канашка у нас здесь стена частично уже отсутствует далее уже ломать смысла нету дверка у нас люк скрытого монтажа будет до сюда здесь в этом месте будет находиться инсталляция демонтировал плитку демонтировал краску и все пока так но завтра уже будем начинать установку инсталляции возможно даже дверцу туда же еще работа по замтехнике предстоит нужно будет установить раковина под нее подвести коммуникации что ж пока на этом все но здесь будет блок регулятор на теплый пол и так после завершения укладки керамогранита на пол мы получаем вот такой вот результат последний керамогранит подошел точно по отметкам которые я изначально запланировал отметил то есть рисунок у меня никоим образом не сместился все шло как положено укладка шла так как и задумано и получается в итоге вот такой вот у меня результат так что же работы по санузлу продолжаются на пол плитку я положил закрыл ее бумагой сейчас я занимаюсь монтажом раковины ракину такая угловая настенная она будет висеть на стене не под ним не будет перестала так сейчас мне нужно будет установить здесь сифон сифон подвести трубы в общем нужно будет сделать так чтобы как можно меньше всего было видно то есть максимально подожмем это все к раковине проштробим трубы канализации коммуникации в общем и подведем это к канализации здесь отсутствует часть стены которые специально я срезал для того чтобы сюда установить инсталляцию она была вровень со стеной щечки я планирую перенести сюда на панель здесь я сделаю фальш-панель из листов из фанеры она у меня осталась от зеркала и в общем здесь я закрою фальш-панелью чтобы скрыть вот это все безобразие и вот эти щечки я тоже поставить буду сюда но далее все остальное закройте должно инсталляцией ну как обычно два крана отсекающие холодная горячая и холодная не обращайте внимание на этот индикатор он не работает так редуктор давления счетчики фильтра фильтра счетчики так и вот это вот приспособление называется термостатический смеситель он мне нужен для того чтобы смешивать воду горячую и холодную и отправлять ее на гигиенический душ как вы помните из прошлых видео там где я делал гигиенический душ самый маленький если не смотрели то обязательно посмотрите это видео там я показываю как можно сделать из такого смесителя или подобного смесителя и отдельного смесителя для гигиенического душа то есть маленький смеситель он будет находиться у меня вот в этом углу ну естественно это все окончательно вы увидите уже когда это все будет готово пока я вам показываю только то что вы уже больше не увидите потому что все это сейчас я забуду зашивать вот этот отвод это у меня у меня стоит на питание холодная вода подача на инсталляцию тут вот в общем у меня стоит инсталляция гроя так и вот они трубочки еще идут это у нас идет питание для раковины который будет стоять в этом углу вот они два соска холодная и горячая канализация соответственно тоже все есть все подключено все уходит туда вон канализацию то есть вся система сейчас она у меня конечно пока еще не запитана но сейчас я все подключу запитаю и пропорисую ну вот в общем так это все у меня сейчас выглядит специально вот установил фанерку заднюю стенку сделал чтобы можно было и крепить клипсы и просто закрыть вот это безобразие которые сейчас у меня за вот этим всем находится то есть чтобы это все видно не было когда открываете люк здесь кстати будет люк скрытого монтажа и после открытия вы будете видеть красивую фанеру а не то безобразие который сейчас находится сзади но инсталляция то соответственно вот использовал шпильки потому что родные крепления от гроевского гроевской инсталляции не подошли они слишком выпирали мне инсталляцию наружу на полтора сантиметра поэтому я использовал шпильки вот сделал специальное усиление для этого мощная кстати я уже пробовала ну и тут соответственно она еще закрепится у нас к полу и все это конструкция зашьется гипсокартоном гипсокартон 12 половиной влагостойкий так ну что о чем я хотел сказать это вот об этом самом термостатическом смесителе который я вам уверяю я вас уверяю это самая прикольная штука которая сейчас я уже буквально практически на каждом объекте готов устанавливать потому что занимает очень мало места вот этот смеситель можно поставить в шахту а тот смеситель который будет висеть находиться на стене можно устанавливать в любую точку комнаты там будет всего лишь одна труба куда будет подаваться вода и все то есть не нужно вести две трубы это вообще ни к чему потому что все будет под мест происходить здесь я установив такой смеситель у вас всегда будет одна заданная температура 38 градусов ну захотите погорячее можно увеличить, захотите холоднее можно уменьшить ну в общем это все в доступе, это все будет в шахте открываете показания щечков снимаете, все посмотрели все хорошо, все красиво, все аккуратно закрыли и забыли до следующего месяца и так завершил я в общем пайку полипропиленовых труб все у меня закончено и вот он окончательный вывод для гигиенического душа вот он в этом углу будет, на высоте где-то 70 сантиметров от пола я думаю достаточно выше, ниже делать не стал, чтобы по центру плитки было, которая в общем она у меня будет здесь чтобы было красиво ну там уже шланг будет метр двадцать так что до пола как раз самое то так, ну все вот в общем вся работа которую я хотел вам показать вот этот мой шедевр который я сварганил сегодня с установкой инсталляции с установкой подводки всех коммуникаций труб полипропиленовых ну и установкой всех вот этих приборов ну так, как-то так работы по плитке в санузле завершены сделаны все выводы под раковину так, сделано под инсталляцию и там он, гигиенический душ также заказчик пожелал вот такой вот сделать небольшую полочку для того, чтобы на ней складировать туалетную бумагу, свежитель воздуха ну и тому подобные атрибуты санузлов сделана заусовка здесь и сверху ну тут у нас балка пришлось ее тоже вот обойти таким вот образом так, потом забагетил под натяжной установил платформы здесь вот у нас в общем будет вентилятор принудительный и вот до этого тремя плиточками находится люк скрытого монтажа ну это все в общем будет уже завершающий этап сейчас я быстренько затру верха по плитке и здесь вот в общем где зона этого люка скрытого затру, чтобы потом быстренько пройти еще герметиком ну на сегодня вот нужно натянуть потолок и затереть эту комнату завтра уже устанавливаю сантехнику затру пол здесь устанавливаю раковину ну в общем и вот здесь еще терморегулятор на теплый пол в этом месте вот у меня тоже теплый пол присутствует ну вот такой вот в общем фронт работы был проделан мной на данном объекте на данном санузле ну это все плитка которая осталась от ванны то что хватило в общем здесь сделал низ темненький потом вот это вот у нас не хватило поэтому пришлось только вот эту часть обыграть и с двух сторон в общем такой вот белой плиткой закончить ну эта полоса в общем тоже была рассчитана только по одному ряду по всему периметру санузла ванны как вы помните их было две но тот кто не посмотрел видео про ванну посмотрите обязательно там тоже есть много чего интересного и вот самое интересное это вот этот киевский душ который находится сейчас он там сбоку а сам смеситель он находится здесь вот за дверцей ну об этом в общем я покажу вам в конце этого видео так что смотрите дальше и так вот на этом в общем-то завершается процесс процесс перевоплощения санузла из старого в новый вот таком в общем исполнении он у меня сейчас получился раквина как я и говорил находится в этом углу вода есть функционирует сейчас осталось он еще керметиком замазать по краечку и краешку и все будет хорошо также инсталляция у меня установлена все тоже работает водичка есть и самое главное что работает гигиенический душ самый маленький гигиенический душ который я сейчас уже практически на каждом объекте устанавливаю потому что занимает очень мало места и очень функционален вот просто открыли экран и пользуемся не переживаем за то что у нас тут будет горячая или холодная вода потому что в шахте у нас установлен термостат термостат который специально установлен для этого гигиенического душа вот такой вот смайлик это у нас для открывания лючка скрытого монтажа ну и вот он соответственно в общем сам этот термостат который регулирует воду для моего гигиенического душа покупать отдельно смеситель для гигиенического душа который будет занимать много места тоже нерезонно а вот такой вот термостатик который будет находиться в шахте и вот такой вот красивый смеситель который будет находиться на видном месте то есть возле унитаза где он и должен быть это очень даже практично и красиво я думаю ну уже тут лишних выводов просто здесь не будет один хороший простой без всяких там наворотов регулировок один такой вот термостатический точнее гигиенический душ так ну так этот инсталляция здесь у нас грое на кнопочке написано то что это грое остальное мы все равно не видим унитаз фирмы а м.п.м. так тут тоже как и в предыдущем видео про ванну такой в общем унитаз с быстросъемом вот у нас кнопочка для быстросъема нажали сняли также у него тут микролифт стоит который препятствует ударению крышки об ободок унитаза здесь тоже у нас без ободковый унитаз в общем такой красивый симпатичный унитаз мне нравится ровненько чистенько и аккуратненько так ну в общем вот такая вот вот такой вот у нас санузел вентилятор принудительная вентиляция которая стоит отдельно выключатель на него для того чтобы можно было включить и выключить его отдельно два светильника на потолке потолок белый глянец так ну и вот в общем вот такой вот рисунок этого санузла я вам уже показывал до этого но ничего еще раз посмотреть тоже будет хорошо и полезно вот кстати терморегулятор от теплого пола тоже работает лампочка загорелась разогрев пола пошел но заказчики просто решили установить его на всякий случай если будет необходимость они будут пользоваться если нет то и пользоваться нет смысла вот установил еще вот такой вот переходной порог для того чтобы скрыть это безобразие которая открылась после снятия предыдущей плитки которая была здесь так ну вот я думаю все обзор можно завершить все понятно все четко все красиво так люк нам больше не нужен мы его закрываем так ну вот этот смайлик который нам улыбается и подмигивает это в принципе и будет завершающим элементом в этом санузле так ну и как обычно как водится ставим лайки подписываемся на канал и пишите в комментариях ваше мнение по поводу данной работы надеюсь они будут только положительными потому что отрицательного здесь в принципе быть ничего не должно все сделано на высшем уровне все аккуратно все четко все красиво все вы соблюдены все сантехника функционирует на этом я думаю и достаточно закончим всем спасибо всем пока до новых встреч на новых видео